Здравствуйте, уважаемые друзья! Я хотел бы закончить уже тему изготовления зимней танкары и показать уже окончательно еще один вариант изготовления из подручных материалов другого цвета и немножечко в другом стиле. Крючок я взял такой же, как обычно, но я уже взял 14 номер для того, чтобы можно было использовать на больших глубинах мою нимфу. Перо обычное, которое, допустим, остается при обмотках. Единственное, что только вот как такое перышко огрызки или же как вот я закрепил обыкновенное перо, видно, что оно достаточно мягкое. Это седла петуха, поэтому можно подобрать для опушки то, которое нам необходимо. И как обычно, я одел трехмиллиметровый сюда латунный шарик, огрузил свинцом, его предварительно прокатал валиком. Теперь нам остается только с вами выполнить опушку, закрепить это все. Как обычно, ровно сколько вы сочтете необходимым, все зависит только лишь от условий вашей рыбалки. Один-один оборот, два-два оборота. Смотрите по величине ваших перьев. Вот, допустим, если, как в моем варианте, вышло у меня почти три оборота, и я вижу, что у меня вполне достаточно. Я окончательно закреплю весь материал. Отрежем остатки и продолжим дальше. Отрезали остатки пера. Как вы видите, еще хватит не на одну мушку, поэтому я и не выбрасываю вот такие вот остатки. Капнул немножечко клея, и теперь я шарик свой одеваю на место, где крепил перо, промазываю за шариком, чтобы прихватить свой свинец, и двигаю теперь всю конструкцию, упираясь вот так слегка ноготком, и подпирая. Все. Можем приступать дальше к изготовлению нашей нимфы. Как обычно, если у вас длина перьев не позволяет, можно спокойненько потом взять или обсмолить, или общипать, или обрезать. Выберите сами один из трех вариантов, который для вас приемлемый. Теперь нам необходимо с вами вот такая будет люрекс такой необходим, или проволока, или леска. То есть, для себя вы уже подберете сами, что для вас больше подойдет. Крепим материал. Теперь это мы будем с вами сегментировать, и укреплять дополнительно тело. Проматываем практически до начала загиба, следим за тем, чтобы ровно над цевьем, или под цевьем находилась наша с вами конструкция. Убираем наш люрекс, чтобы нам не мешал тело изготавливать. Как я уже говорил, и вы мне неоднократно писали, можно использовать всевозможные цвета. Но учитывая то, что наша нимфа в основном работает в отвес, или же на течении, то нам необходимо выбрать цвета, которые были бы или заметны, или подходили под цвет тех насекомых, которые мы имитируем. У меня вот находится вот в таком, если видно, наборе, как я обычно показывал, шерсть, она штапельная. Можно использовать или вот такой, ближе к болотному, или вот такой коричневый цвет. Я буду использовать больше в коричневом, потому что если будет яркий солнечный день, то моя нимфочка будет выигрывать, не будет сильно бросаться в глаза и раздражать моих рыб. Теперь берем, вот как я обычно вытащил, вот такую щепоточку шерсти, прикладываем ее к нашей нитке, только лишь подхватили, не стараемся с вами сильно ее наматывать до первого касания, вот сколько вышло у нас. И теперь спокойно формируем даббинговую нить. Я изначально, учитывая то, что вначале немножко меньше шерсти, потом больше-больше, уже у меня будет формироваться моя конусность тела. Теперь мы у загиба сформируем толщину нашей нимфочки и теперь начинаем вот так, слегка подкручивая, не отпуская нашу шерсть с ниткой. Проходим и два, и три раза по одному месту. Формируем теперь наше тело. Вот у меня закончилось как раз на уровне там, где мы будем с вами формировать грудку. Поэтому для нас не имеет большого значения, допустим, каким оттенком мы выберем грудку. Или же павлином. Или я возьму вот такой спектродаббинг. То есть, практически, как вы решите для себя, так вы изготовите. Теперь, учитывая то, что мы мотали в одну сторону, берем теперь, я обычно проматываю, как всегда, один полный, делаю оборот у загиба, и потом выбираю шаг, с которым обматываю тело. Поставим крючок в удобное для нас положение, шаг выберем произвольный, как вам будет нравиться. Это не принципиально. у нас тело и так вышло достаточно крепким. И мы его еще хорошо закрепим нашим люрексом. в основном этот люрекс используется для изготовления лососевых мушек, но учитывая то, что он достаточно крепкий и хороший, и очень даже хорошо себя ведет при очень жестких рыбалках. Поэтому я всегда предпочитаю его не в качестве рекламы, а я предпочитаю его другим люрексом. Остатки я обычно стараюсь откусить бокорезами вровень с телом, так, чтобы у меня не было скученности материала. Слегка промажем нашу нить клеем и закрепим здесь наш люрекс. Буквально совсем немножко. Капнем еще на место крепления. Вот совсем немножечко. Так, годится. Теперь нам необходимо с вами взять и сделать грудку из того даббинга, который мы для себя выбрали. В нашем варианте, учитывая то, что у нас тело коричневое и яркая пушечка, я возьму, наверное, не буду мотать нашим пером, хотя можно и намотать пером, как вы захотите. Давайте намотаем пером. Разделаем простой вариант, делаем его до конца. Также закрепили его здесь и выполним с вами ровно столько оборотов, чтобы наша грудка выглядела симпатичной. Следим за тем, чтобы наше перо не подминалось и имело симпатичный вид. Я специально оставил нить возле шарика и крепить мы с вами будем уже за нашей грудкой. Чтобы перо у меня не убежало, я беру обыкновенный перодержатель, подхватываю наше перо, веса этого достаточно. И теперь, чтобы хорошо закрепить, обычно я проматываю просто ниткой. В данном варианте нам желательно нитку слегка смазать клеем. Он не нарушит нашу конструкцию. И переходим вот так нашей ниткой к месту крепления. Учитывая то, что наша нить уже промазана клеем, просто берем и отрезаем нашу нить. И также удаляем остатки нашего пера. Вот и все, друзья мои. Как вы видите, очень быстро, очень просто и достаточно уловистая приманка. Будет хорошо погружаться, так как мы ее хорошо грузили. И любимый цвет, как говорят, браун практически для всех видов рыб. Благодарю вас за внимание. Пишите. До скорых встреч.